Периодически ощущаю в себе достаточно сильную потребность записать какое-нибудь ASMR-видео. И когда эта потребность приходит, то нахожу тысячи объяснений, почему это видео не стоит записывать именно сейчас. И вы же, наверное, знаете, что я неоднократно записывал в видео в точках, то в маске, то ещё при каких-то там условиях, при попытках скрыть, скажем так, своё лицо. И когда я анализировал, почему я это делаю, то мне показалось, что это какая-то попытка создать орел методической загадочности вокруг самого себя. Ну вот сейчас я записываю видео без этих, скажем так, ассессуаров. И стараюсь смотреть в камеру, да, один из самых сложных процессов, когда постоянно сидишь в очках, то бегущие глаза можно скрыть за этими очками. А когда уже снимаешь очки волей-неволей, ты взгляд свой направляешь прямо в камеру. Вот всё время хочется посмотреть на маленький экранчик, на котором записывается, скажем так, видео и видно, как оно это происходит. А под видом мониторинга хочется смотреть на него, я борюсь с собой. Вот не хочется в этот раз, хотя как будто предыдущую было по-другому говорить, о каких-то вещах глобальных, поскольку от этих вот всех глобальных вещей, которые происходят вокруг меня, сформировалась уже такая порядочная усталость. Вот нет никаких сил на то, чтобы вновь и вновь муссировать уже такие набившие, скажем так, оскомину темы. Поэтому хочется обратиться к каким-то простым, банальным вещам и радостям. Сейчас идёт осень. И у меня такое двойственное отношение к самой осени. Я очень уважаю, очень обожаю период, когда осень тёплая, когда листья становятся жёлтыми, когда они начинают сыпаться с деревьев, и когда вот это всё это многоцветие в макровых таких ухровых тонах. Это прекрасное время побродить по паркам, насладиться, так скажем, бабьим летом, ощутить прелести вот этой замечательной погоды. А когда начинаются дожди, когда начинаются промозглые осеницы, лякоть, когда становится очень холодно. То есть мы ещё там есть такой период, когда отопление особенно не включили, и ты мёрзнешь везде. Вот это, естественно, мне, как и вам, наверное, не очень потушили. Но, повторюсь, такая сладкая, тёплая и романтичная осень, она, конечно же, мне очень-очень по душе. Возможно, даже больше, чем лето или весна. Зима в последние годы у нас практически отсутствовала класс, и поэтому зимой, конечно, всё очень сложно. Но осень пока она ещё дарит такие вот удивительные деньки с тёплым таким солнцем, с приятной очень атмосферой весенней. Этим, конечно, надо пользоваться и получить максимум от этого наслаждения, как, впрочем, и от любых других занятий в жизни. Любое занятие, как вы прекрасно знаете, может стать чем-то, что насыщает, и чем-то, что похищает, измождает. Вот, похищает наши силы. И, соответственно, понятное дело, хотелось бы стремиться к такого рода мероприятиям и принимать участие в такого рода действия, которые бы насыщали, а не поедали бы, поглощали силы. Но во многом это, естественно, зависит от нас. Вот с каким уровнем, так скажем, осознанности мы входим в те или иные события, и от этого зависит наше переживание, в том числе, какие мы будем испытывать эмоции, от той настроенности нашей. Вот из позитивных новостей, с которыми я в последнее время хотела бы поделиться, это то, что я продолжил писать свой роман. Дело в том, что около шести лет тому назад я написал буквально несколько страниц произведения, которое обещало стать своего рода таким абсурдным романом. И, естественно, как и всякий человек, склонный к числаю, я наделял этот роман какими-то безумно привлекательными сходствами. Мне хотелось, чтобы это было что-то просто крышесносящееся, крышесносящее новое слово, так скажем, в литературе. И вот эти непомерно высокие амбиции привели к тому, что буквально через шесть страниц написание этого романа я как-то очень сдулся и перестал его писать, бросить. И вот около двух месяцев, наверное, назад, может быть, трёх, я вновь открыл этот файл, в котором был сохранён этот роман. Перечитал немножко только последние события и решил вновь попробовать его писать, то есть продолжить его писать. И на тот момент я поставила себе такую цель, что буду писать, например, страницу в день, а если буду пропускать, то потом буду это как-то компенсировать. То есть, например, сегодня я написал, завтра я написал две. Как показала практика, такое ротодоговорённость между самим собой и самим собой не всегда работают. В какой-то момент мысль о том, что ты что-то пропустил в день, потом в два, там тебе нужно написать уже, к примеру, три-четыре страницы. Оно начинает превратить организм в состояние какой-то, опять-таки, стресса, тревожности. И, наверное, желая избавиться от этого неприятного ощущения, уходишь совсем от написания как у каких-либо ротодогих текста. В этом есть вот такая западная ловушка, когда ты вроде бы себе выставляешь какие-то условия, призванные каким-то образом облегчить состояние произведения. Но вместе с тем, именно эти условия являются тем, что препятствует написанию состояния этого произведения, поскольку формируют излишний стресс, излишнюю тревожность. В какой-то момент я решил отпустить, так скажем, этот процесс и позволить себе писать тогда, когда мне этого хочется. Пропустил я день или два, я не стал себе наказывать за это. И не стал там говорить себе, что я пропустил два дня, а мне нужно написать там, например, две или три или четыре или еще сколько-то страниц я писал. В те дни, когда эта возможность появлялась и старался просто не делать больших перерывов. День, два, не больше. Для того, чтобы не утратить само канву повествования и для того, чтобы, скажем так, был все равно какой-то элемент дисциплины, но не чрезмерной такой дисциплины, которая бы отбивала охоту творить. Немножко расскажу о своем романе, что он из себя представляет. Он планировался и намечался как произведение абсурда, в котором происходят события, порой не поддающиеся логики. Они такие и немножко фантастические, и немножко реалистичные, и в то же время происходящие в разного рода плоскостя пересечения героев происходят в различных локациях. И вот эти вот пересечения взаимодействия, по моему, замыслу наиболее всего, должны были напоминать произведения Франца Кавки. Кавка для меня стал именно тем, скажем так, творческим ориентиром, попыткой подражать ему. Мне хотелось, наверное, эту попытку попробовать. Бессловно, наверное, все произведения, так или иначе, сначала это попытки кому-то подражать, поскольку мы находим какие-то тексты или какие-то произведения, которые для нас являются в роду, если не эталоном, то, по крайней мере, тем, что каким-то образом сильно ярко воздействует на нашу эмоциональную жизнь, на наше внутреннее естество, переворачивает каким-то образом, его заставляет по-новому смотреть на вещи. Я не могу сказать, что Кавка для меня именно таким стал человеком, именно его произведения перевернули мой мир. Но ввиду, скажем так, моей увлеченности самой концепции абсурда, которая мне как-то вот понутру, она мне близка, поскольку через призму абсурда, через абсурдный юмор, например, прежде всего, можно увести жизнь, как мне кажется, именно таковой, какая она есть. и вот эти все особо дни парадоксы, которые возникают в ежедневной нашей деятельности, они посредством абсурда хорошо трактуются, хорошо, скажем так, понимаем, и это позволяет оценивать их, ну, как-то, скажем так, по-новому, по-другому. Вот. Ну, плюс к этому, это, по моим ощущениям, создает такое интересное ощущение большей легкости жизни, я бы так сказал. Ну, и, собственно, в своем произведении, в подражании Кавки, прежде всего, наверное, в подражании его произведения процесса. То есть я не стилистику автора хотела скопировать, не то, как он строит предложение. Мне хотелось перенять вот эту мысль абсурдности происходящего. При этом, в самом произведении мне хотелось сохранить все-таки канулу повествования, какой-то сюжет, потому что читать, скажем так, разросленно несвязанные вещи бывает достаточно сложно. Если вы подписаны на мой инстаграм, то там есть такой тег, который называется «Кавка с молоком», и под этим тегом я опубликую такие короткие, но достаточно насыщенные персонажами, событиями, рассказы, в которых между героями происходит именно вот такое абсурдное взаимодействие. Я открыл себе эту потребность сопровождать фотографии из своей путешествия, например, вот этими абсурдными текстами, и эти тексты позволили мне тоже как-то заново взглянуть на самого себя. И на мой инстаграм, так скажем так, были очень интересным опытом. Очень интересно было обратиться к другому роду, фантазиям, когда ты садишься, и в голове у тебя есть какая-то одна мысль, и как правило, это фраза, например, из диалога, который просто рождается в голове, и от этой фразы, от первоначальной фразы, диалога, ты начинаешь строить такое короткое произведение, такой мини-рассказ, скажем, достаточно богатый на какие-то события и различных его участников. мне очень понравился этот опыт, но когда в последнее время в стране начали происходить такие, скажем так, глобальные достаточно процессы, я приостановил публикацию вот этих рассказов о себе в инстаграме. Кроме того, они кроме позитивных чувств приносили еще и достаточно много неприятных, поскольку инстаграм я свой заводил как такой тревел-блог, скорее, да, как, скорее, такой инстаграм о путешествиях. И когда, собственно, в какой-то момент я понял, что этого недостаточно, и начал писать вот эти маленькие рассказы к этому времени, я сформировала уже какую-то аудиторию, которая была несколько на другое, скажем так, на целину, она хотела чего-то другого. Вот поэтому это рождает определенного рода фрустрацию, вроде достаточно сильную. И, ну, приводит с собой массу таких каких-то негативных эмоций, впечатлений. Жажду бросить все. Но, впрочем, что касается бросить все, то и в отношении своего романа это одно из тех концепций, которые я опасаю, что оценивая свой роман через призму, его неидеальности я всегда ставлю под риски само его существование, поскольку возникает очень сильное искушение, очень сильная жажда прекратить писать, прекратить творческую деятельность, поскольку она несовершенна. Вот такая типичная нарциссическая, скажем так, дилемма. Если это не великолепно, не гениально, то зачем я, собственно, это делаю? Но, как показывает практика, даже невеликолепная, даже не идеальная имеет право на жизнь. Кроме того, собственная оценка неидеальности или невеликолепности может существенно разниться от оценки до его произведения другими людьми, и это, мне кажется, значимый фактор. Вот поэтому вот сейчас так ни шатка, ни валка я пытаюсь писать этот роман. Он написал где-то около 65 страниц, формата 4. И это уже вот так вот, если считать в книге, примерно 130 страниц обычной книги. То есть, можно сказать, что треть произведения написана, и хватило бы только сил и желания продолжать это делать дальше. Вот каким-то образом обращаться к внутренним резервам, к своим внутренним закромам и черпать оттуда какое-то вдохновение. А вообще процесс достаточно интересный, увлекательный и во многом удивительный, поскольку зачастую непонятно откуда, каким образом рождаются собственно те события, те фразы, которые используются в романе для меня как человека, пишущего уже давно, и разные вещи, в том числе и стихотворения, в свое время я писал их достаточно много. для меня этот опыт каждый раз все равно является чем-то удивительным, когда ты обращаешься к своему тексту последствия и ты не можешь четко сказать каким образом сформировались эти теологи события внутри романа, поскольку ты их не планировал. Вот. что ж, я надеюсь, что вам было интересно послушать о, так скажем, моем творческом опыте, поскольку, как мне кажется, каждый из нас обладает каким-то талантом, каким-то даром, и зачастую вот эти вот энергетические сверхожидания не позволяют этому таланту или дару реализоваться или проявиться. Я согласен, что мне еще рано говорить о том, что я это победил. Я думаю, что я буду бороться с этим, скорее всего, всю жизнь. С этим стремлением перфекционизма и связанной жажда прекратить все, что мне кажется идеальным. Но хотелось бы и вам передать, дорогие зрители, какой-то такой эмоциональный импульс, какой-то заряд на то, чтобы вы пробовали браться за что-то несовершенное, за что-то неидеальное, но ваше. То, что позволяет вам самим себя чувствовать лучше. Потому что в основе всегда лежит какая-то жажда быть принятым со стороны других людей и быть, так скажем, позитивно оцененным и так далее. Но если мы не будем создавать продукт какой-то, да, если не будем творить то, что у нас уже заложено, не будет реализовываться, то, собственно, такого рода принятия на сегодня, понятное дело, фактически к нулю и можно провести очень большую часть жизни в ожидании какого-то принятия, но инструментов, через которые другие люди смогли бы нас принять, мы не используем и оказываемся в таком логической петле. Вот, что ж, хочу поблагодарить вас всех за то, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно, что здесь есть люди, которым это действительно интересно. Это тоже окрыляет, это оживотворяет, скажем так, наделяет надеждой и дает, рождает, скажем, жажду продолжать в принципе вот эту ютуб-деятельность, как и, впрочем, по многим других направленных на социум, очень важным является социальное одобрение, когда люди, так скажем, подписываются, ставят колокольчик, ставят лайки, пишут комментарии, это все формирует, жажду продолжать что-то делать дальше. Вот, поэтому я благодарен за поддержку, за то, что, несмотря на крайне редкие выходы видео, вы тем не менее подписаны на меня, слушаете меня, интересуетесь, так скажем, тем, что я рассказываю. Спасибо еще раз большое за вот эту невидимую, так скажем, поддержку. И пишите в комментариях, если у вас есть какие-то, к примеру, пожелания, о чем бы вы хотели услышать мой рассказ. Поскольку для меня это приятное чувство обращаться к зрителям, вот, я буду рад помочь как-то и вам и расслабиться немного, да, и послушать, возможно, какие-то истории, которые могли бы вас интересовать. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, он и свести до новых и нового видео. И буду рад встречи с вами в комментариях. Пока-пока. Пока-пока.